Всем привет и добро пожаловать на мою кухню! Место, где я люблю проводить свое утро, готовить простые быстрые рецепты и общаться с друзьями. Через коридор из прихожей мы попадаем на кухню, где первым делом видим стол и четыре стула. Это были старые стулья, которые я покрасила по новой, а мама обшила. Этот стол на четыре места или на шесть. Я просто раздвигаю его в середине, а потом достаю еще часть... Ой. Достаю еще часть стола. Теперь стол гораздо больше. На столе обычно лежит две подложки под тарелки, но, как видите, они уже очень потрепанные, старые, вымазанные. И на самом деле, если сравнить их с новыми, которые лежат у меня, я ими не пользуюсь, потому что двух достаточно, они очень сильно выцвели. Просто две разные, два разных цвета. Всего у меня их четыре, но эти две лежат обычно в шкафчике, и я достаю их только, когда приходят гости. Купила их в Zara Home и подбирала под цвет стульев. С нового года, как видите, тут еще лежат имбирные печеньки и бокал, потому что я разбила единственную вазу с сухоцветами. Кстати, сама придумала. Над столом есть маленький светильник. Мне нравится, что он достаточно непримечательный и как будто сливается со стеной, но в то же время заметен. И люстра на три лампочки. Как только мы заходим на кухню, справа можно увидеть сразу холодильник, на котором наклеены какие-то заметки, заметки и технические дела. То есть все то, что нужно обязательно сделать и в ближайшее время, но очень не хочется. Например, сейчас это оплата различных налогов и взносов, и счетов, и все такое. И каждый пункт влечет за собой еще несколько дел. В общем, чтобы не забывать, я лежу в самом важном месте, то есть на кухне, куда я захожу постоянно. Также здесь можно найти забиваку, которую мне прислала моя подписчица, и выключатель, и включатель для света. На полу достаточно светлая серая плитка, белый плинтус и батарея. Подоконник, на котором лежат полотенца для рук и чистой посуды. Также стоит старый авокадо, который уже не особо-то растет, но, слава богу, и не умер. И еще новый, который уже достаточно много пустил корней, но почему-то не растет вверх. Шторки белые, не сильно плотные, с вот таким вот рисуночком из Икея. И, наконец, это главная зона. Раз, два, три, четыре. Четыре зоны для шкафов и одна зона для плиты и духовки. А также три плюс три полки. На первой полке стоят пять бокалов и пылятся, пока не придут гости. На второй полке лежит награзовый стаканчик для кофе брать с собой. Моя любимая чашка из H&M с Нью-Йорком. Для меня это кофейная чашка, и кофе нужно пить только в ней. Салфетница. Заварник для чая из Икея, которым я достаточно редко пользуюсь тоже, если только много гостей и как бы на всех заварить. Две маленькие чашки London и England из Старбакса, потому что London is the capital of Great Britain. На третьей полке стоят тоже две такие чашки, только Paris и France, которые я купила, потому что я обожаю Париж, и мне хотелось их видеть у себя на полке. Баночка с медом, баночка с какао, баночка с молочным луном, которого уже почти не осталось. Еще две баночки с чаем, которые я пересыпала сюда. Сахар из Батуми, который я все хочу отдать Оле, потому что она коллекционирует его, но забываю. Это арахис, черный чай из Лондона и баночка с кофе, но здесь не ловаться, а просто кофе, который я покупаю и всегда пересыпаю сюда. Мерник для кофе. Под всеми этими полками стоит моя кофеварка DeLonghi. Ikona Vintage. Дальше такая штучка для фруктов. Соль, три розетки и чайник бренда ZIL. Zulia. Я не знаю, как это читается. В общем, такой маленький чайник на где-то литр или чуть больше. Один-два. Ну, в общем, маленький. Его цвет подбирался под кофеварку. Вытяжка. С двумя лампочками. Бренд Zorg. Дальше индукционная варочная панель. Weiss Golf. Тоже бежевого цвета. Индукционная плита хороша тем, что в ней нельзя обжечься руками, если дотронетесь. И также она нагревается где-то в два раза быстрее, чем все другие. Снова три полки. Вся вот эта белая посуда у меня из Икея. Шесть вот таких глубоких мисок. Шесть больших тарелок. Правда, одну я уже разбила. Шесть маленьких тарелок и четыре чашки. Основная посуда из фарфора, потому что мама настоятельно советовала мне не покупать посуду из керамики, потому что она очень легко бьется. И теперь я передаю этот совет вам. Здесь раньше было три тарелки. Одну я тоже разбила. Которую я купила сразу после переезда, потому что не в чем было есть. Одна салатница. Здесь обычно стоят стаканы. Обычно один, потому что остальные разбросаны по комнате. Один вообще пожизненно занят авокадо. Кстати, этот стакан называется Рокс, и у меня их было четыре. Один я разбила и снова купила четвертый. Дальше чашка-подарок, тоже из Икея. И моя самая любимая чашка из магазина «Маленький принц» из Парижа. Чашка «Милота». Также здесь лежит скалка, чтобы бить незваных гостей и иногда месить Жене тесто. Миска из магазина «Тайгер». Две другие мисочки для овсянки по утрам от моей мамы. Подарок. Вот эти держатели для полок, они тоже из Икея и были черного цвета, но мама покрасила их в белый. На счет открытых полок, это на самом деле очень удобно. Они не особо-то пылятся, на мой взгляд. То есть вся квартира пылится, и на нее надо каждую неделю убирать. То есть я так и делаю, и, соответственно, полки я тоже протираю раз в неделю. Ну, что в этом такого? Мне гораздо больше нравятся открытые полки, чем огромные шкафы над головой, которые висят, пока ты готовишь. Мне просто не нравится, как это выглядит, потому что это громоздко. К тому же, когда нету шкафа и, соответственно, дверок, которые нужно постоянно открывать, ты просто протягиваешь руку и берешь что-то, и это очень удобно. Если вы вдруг боялись делать открытые полки, не стоит переживать. Емкость для жидкости для мытья посуды из Zara Home. Смеситель у меня бежевого цвета с небольшими такими рыжими вкраплениями, что напоминает немного песок. Песочный такой оттенок, и мне он очень нравится. Похожий на этот цвет у меня раковина, тоже такого рыжевато-песочно-бежевого оттенка. Из вот этого маленького крана и вот этой дырочки льется вода из фильтра, и ее можно пить. Рядом у меня две дощечки, чтобы резать что-то на них. Здесь обычно стоит эта штука и губка. Между раковиной и плитой есть еще три розетки. На вот этой вот части стены идет плитка, это называется фартук. Она тоже бежеватого цвета, с такими немножко рыжими полосочками. Мне кажется, это идеальный цвет, если здесь с плиты падает жир, то он просто не виден. Когда я выбирала, мне казалось, что она может быть не очень симпатично будет смотреться, но это неправда, смотрится просто супер. И опять же, она вписывается вот во всю эту бежевую тематику, в том числе песочный экран и такого цвета раковина. Моя столешница это серо-белый мрамор. Кухня сделана одним мастером по нашему с мамой дизайну, то есть мы с ней решили, сколько будет шкафчиков, как они будут внутри разделены, где будет стоять плита с духовкой. Выбрали эти ручки, цвет столешницы, полок, шкафов. Передали все инструкции мастеру, и он воплотил это в жизнь. Дальше зона хранения. Шкафы. Первый шкаф под раковиной. В нем стоит две мусорки. Одна для обычного мусора, вторая для пластика. Я даже решила не склеивать наклейку. К сожалению, я пользуюсь одноразовыми пакетами для мусора, потому что просто не вижу для себя какой-то альтернативы. Если вы можете мне что-то посоветовать, напишите в комментариях. Также в коридоре у меня стоит огромный пакет для макулатуры, куда я все время скидываю бумажный мусор, средства для мытья посуды, и также здесь бытовая химия для уборки. Это фильтр, который как раз и дает мне питьевую воду здесь. Следующий большой шкаф разделен на три полки. Первые лежат все приборы. У меня есть три ножа. Berghof для хлеба, для овощей и фруктов, и универсальные. Кстати, я решила не покупать набор ножей, хотя очень долго сомневалась. И не жалею, потому что трех ножей мне вполне хватает. Две лопаточки, щипцы, кисточка и еще одна лопаточка. Также обалденно удобная вещь для того, чтобы чистить фрукты и овощи, и в частности картошку. Просто супер удобно. И, конечно же, ножницы. Во второй полке очень много разных вещей. Самая полезная из них мерный стаканчик, салфетки, открывашка для консервов, чистые полотенца для посуды, дуршлаг и штопор. В последнем большом ящике кастрюля и терка. Моя знаменитая зеленая сковородка, которая чаще всего стоит прямо на плите, потому что я ее очень часто пользуюсь. Это фирма Peterhof. Она тоже может помочь от незваных гостей. Под духовкой есть секретная супер полочка с силиконовыми формочками для выпечки. Спасибо маме, что поделилась. Следующие две полки имеют одинаковый размер. Здесь различные приправы, цикорий, обычно спагетти стоят, сахар, масло, мед, соль и в этих больших баночках крупы. Например, овсянка. Рис, гречка, капли макарон и нут, которые я не умею готовить. Чечевица ждет своей очереди, когда я наконец-то сделаю суп из чечевицы. Уже год ждет. Здесь лежит остер, миксер, блендер, насадки для блендера и вещь, которую я еще ни разу не воспользовалась, но когда-нибудь это случится. Здесь всегда лежат мои контейнеры, правда, четыре из них сейчас в холодильнике. И под этим всем лежат подложки на стол, которые я вам раньше показывала. Этот шкаф я не буду вам показывать, потому что он больше такой для хранения вещей, которые не каждый день мне нужны. Например, три мисочки стоят тоже там, какие-то стаканчики для смузи, и, короче, всякая дребедень, и плюс еда немного. Ну, нет, не хочу показывать. И финальная, самая жизненеобходимая вещь – это холодильник. Тоже бежево-желтого цвета. Самсунг. Это все, что вам нужно знать о моем холодильнике, и я не буду показывать что-то внутри, потому что считаю, что отношение с едой – это что-то столь личное, что я не хочу выставлять на показ. Еще холодильник можно использовать для того, чтобы кидать на него какие-то вещи, которые вам неудобно держать в руках. Сверху над полочками есть свет. На стенах на кухне, как и во всей квартире на самом деле, белые обои с небольшим таким рисуночком, который вообще незаметен, если сильно не пересматриваться, не приглядываться, не подходить, вот так вот в упор не смотреть, то его не заметишь. То есть всем кажется, что у меня белые стены. Но на самом деле здесь, в этой квартире, были очень неровные стены. И если бы я равняла их идеально, а не чуть-чуть, как я это делала, то это бы стоило в раза три дороже, то есть, ну, несколько тысяч долларов, и вмазывать эти деньги в стены вообще нелогично, потому что это даже никто не заметит. Обои мы с мамой покупали на строительном рынке в Уруче, если вам это что-то скажет. И я не послушала ее совета покупать обои с большим таким рисунком, чтобы не были видны существующие неровности на сне и будущие вмятины. Передаю вам этот совет, может быть, вы прислушаетесь. Но на самом деле все окей, мне мое устраивает. Это супер приближенный кадр, то есть, видите, мои пальцы просто огромные. И вот этот маленький рисуночек, который вообще незаметен, если чуть-чуть отдалить. Единственное, что я еще хочу сделать на кухне, это повесить вот сюда несколько картин. Знаю, какими они будут, и как это все будет выглядеть, но у меня руки не доходят этим заняться. Неожиданно для себя самой, у меня, оказывается, на компьютере есть заметка, где есть ссылки того, что я покупала для квартиры, какие-то там плитка или предметы. И поэтому я могу оставить некоторые ссылки внизу в описании, поэтому проверьте, если вам интересно. В основном там будут белорусские магазины, и, возможно, вам это не поможет, кому-то, наоборот, поможет. Но вы можете просто взять на заметку цвет или как это выглядит на картинке, и, возможно, применить в своем дизайне. Спасибо большое за просмотр первой части тура по моей квартире. Скоро обязательно выйдет вторая, поэтому ждите. Пока! Пока я снимала тур по кухне, пошел огромный снег. Мне кажется, это идеальный плед, если... Блин, плед! Что? Цвет! Чтобы не были видны вмятины будущие и неровности на стене существующие... Какое я предложение загнула-то! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok